Евгения Семеновна, рад видеть в студии Беларусь4. Интернет уже действительно часть жизни каждого из нас. Это здорово, он дает нам и оперативность, и комфорт. Плюсов много, но есть и риски, есть и опасности. Вот интересно ваше мнение, с какого возраста вы бы советовали давать возможность свободы, свободы в сети, нашим детям? На самом деле свободы в сети нет. Ни для детей, ни для взрослых. Это та свобода, которая ограничена самым главным нашим составляющим жизни. Это разум. Поэтому каждая семья принимает свое решение в своем маленьком домике. И если ребенок уже достаточно осознан, и родители уверены, что он хорошо контролирует себя, тогда можно разрешать ему пользоваться интернетом. Ну, сразу говорю, что, конечно, в 7 лет ребенок еще не может так хорошо понимать, какие люди могут с ним общаться и какие материалы будут правильными и неправильными. А вот уже постарше, когда он приобретает определенный жизненный опыт и в общении со сверстниками в реальной жизни, и свои навыки жизненные, вот тогда родители могут это сделать. Однако я все-таки предупреждаю пап, мам не давать полной, абсолютной, анархической свободы пользования интернетом вашего несовершеннолетнего. Ваш совет. Свобода с легким контролем? Конечно, с регламентирующими рамками. Как это можно сделать? Как это можно сделать? Ну, во-первых, самим взрослым, самим родителям следует просматривать те странички, те части, которыми ребенок пользуется чаще. Смотреть сериалы, которые он смотрит, смотреть те картинки, которые он просматривает и скачивает. Потому что на данный момент, вот в сегодняшней жизни, есть много очень опасных вещей, которые не видны, так как порнография или распространение наркотиков, они очень тактично, да, в кавычках, шельмуют ребенка и постепенно взращивают его личность, готовой к тому, чтобы ему навязали возможность сниматься в роликах порнографического характера, возможности читать и производить экстремистские ролики. Возможности легких денег и так далее. Возможности легких денег, конечно. Есть завуалированная тема, то, о чем вы говорили, но ведь далеко ходить не надо, все мы понимаем, в сети огромное количество этих же фото- и видеоматериалов порнографического, экстремистского и другого характеров. Как быть, ведь это разговор уже о психологической безопасности. Так в том-то и дело, и завуалированная, и открытая информация, они формируют личность молодого человека. И это делается не просто так, не потому, что кто-то разместил замечательную картинку, под которой написано «Депрессия – это модно». Ведь это становится разрешением для того, чтобы подростки, молодые, и даже не совсем еще подростки, говорили «Печально, плохо, это всегда здорово». Все равно здесь у меня ничего не получится. И очень важно понимать, а где здесь? Здесь в этой стране? Здесь в Гомеле? Или здесь в этой жизни? И что может быть опаснее, чем подталкивание людей вот к такому депрессивному пониманию жизни, из которого выход-то только один? Синикит? Это уже проходили? Это уже проходили. Подводя черту, все-таки, наверное, и вы уверены, что контроль хорош в легкой мере. Ваш короткий совет родителям, ну и вообще зрителям? Нелегкий контроль, а тактичный контроль, мягкий контроль. Доверительные отношения? Доверительные отношения. Взывание к разуму друг друга, и умение, и желание услышать, и понять, и того, кто мал, и того, кто взрослый. А родителям нужно быть в курсе. Им не нужно отмахиваться, что это детская игрушка. Это не детская игрушка, не дорогостоящее изобретение для молодых. Это часть нашей уже с вами жизни. И так же, как и газ, электричество, как когда-то огонь, это точно так же и полезно, и удобно, и опасно. Евгения Семеновна, спасибо большое за эту по-настоящему копилку мудрости. И, надеюсь, каждый сделает свой вывод, нужный для себя и своих близких. До новых встреч в эфире. До новых встреч. Берегите себя.